всем привет снова здравствуйте и вот вопрос такой у меня возник как лучше объяснить вот то что в прошлое видео на каком примере и попадается мне видео вот такой вот трубы ну не такой эту я скачал в интернете но в принципе подзорная труба спасибо ишпанцам спасибо американцам которые снимают видео кстати видео работы хорошие но без комментариев даже на английском языке если по не хотя бы чуть-чуть комментировали то можно было что-то понять но тот кто знает уже забраж может понять что он делает как что он включает тем более на ускоренном а те кто только учит у них вопросы вопросы и вопросы но давайте я попробую сейчас вот с помощью замоделировать вчерашнего видео вот это дело все сделать уменьшим рубом уберем в бок чисто на образец она нам в принципе только для образца той нужно но принципе можно потом с нее взять текстурки вот эти вот раскрашивать но это потом уже так открываем цилиндр все по прошлому видео и вот посмотрим рассмотрим какие тут казусы я ее кстати первый раз делаю и посмотрим что он вылезет какие вопросы будут задаваться потом так аж дивайды посмотрим но вот так и оставим на 32 наверно в принципе нормально будет должно быть нормально так вот так вот и устанавливаем и жмем make polymesh уменьшаем alt левая кнопка мыши включаем за модельер и попрем посмотрим что получится так сразу делить наверно не будем вот эту часть сделаем сначала чуть-чуть вот эту вытянем жмем пробел жмем flat border опять же кумеш все установлено нам это все пойдет первая часть у нас будет длиннее вот мы ее так вот и оставим вот эту часть теперь удалим жмем пробел дэвид это глуп комплит вот так вот и сразу сделаем вот эту вот часть так нажмем опять на ребро пробел insert и вот так вот ее вот можно удерживать левую кнопку мыши и вот так и и водить куда нам надо так вот тут на ее так оставим так с этим мы разобрались теперь погнали делать заднюю часть заднюю часть мы сразу сделаем здесь вот сейчас выделим часть и потом будем с ней работать нам нужно теперь здесь вот назначить полигруппу будем делать так нажмем полигруппу и нажмем полигруппу вот эту и теперь вот хорошо бы здесь вот выделить наш круг и от него уже плясать так нажмем теперь так нажмем теперь insert полигруппу и insert регион не забывайте вот эту вот клавишу по прошлому видео и попробуем вот так вот сделать так здесь у нас еще будет ребро так что нам вот этого достаточно давайте чуть чуть меньше вытянем вот где то вот так вот хватит так а теперь можем просто работать добавлять допустим вот эти вот грани наши так находим вот эту белую полосу чуть чуть ставим одну и ставим вторую вот так и вот эту вот часть теперь можно вытягивать так теперь теперь можно работать вот кстати уже полигруппом и вот так вот вытягиваем вторую часть вот таким образом ну и теперь давайте третью часть также сделаем находим наше опять же ребро смотрите ближе вот так вот ставим грань ставим вторую и теперь попробуем опять же вот желтую часть вот эту не забывайте она теперь должна вниз смотреть и вы ее теперь вот так вот вытягиваете вот где то так ну и теперь добавим вот этот глазок посмотрим как он у нас будет работать здесь только теперь добавим грань по самой вот этой части так найдем нащупаем переключимся куда нам переключиться insert включен и вот так вот ее ну давайте чуть чуть толще сделаем и добавим вторую грань вот так рядом и вот эту часть можно теперь вытягивать опять же находим желтую полосу нашу и вот так все это дело экстрадируем так ну в принципе хорошо теперь саму вот эту часть надо вытянуть так назначим одну полигруппу и вытягиваем вот эту часть вот сильно не надо а вот эту вот часть которая круг вот этот наш мы его давайте уберем вглубь вот так вот вот так вот и теперь с помощью insert вот так еще сделаем переключимся на qmesh полилуп и вот найдем нашу желтую вот эту часть и уведем ее вглубь вот так вот так вот так ну и теперь нам нужно вот эти вот полосы сделать вот сюда жмем insert делаем полосу делаем вторую делаем третью и так далее так получается у нас раз одна две три полосы как раз как тут вот раз два три и давайте теперь их вытягиваем вверх так вот эту часть можно теперь чуть вытянуть вот так и вот эту часть добавить у нас вот есть тут еще одна вот эта вот часть давайте ее тоже сделаем так включаем добавляем и теперь ее вытягиваем вытягиваем вот так вот теперь нам нужно поработать вот этим глазком жмем ctrl w и вот эту часть давайте смягчим вот так вот все классное все хорошо эту часть не будем наверное смягчать она вот вы видите что единственное что можно добавить вот сюда вот еще наверное грани чтобы все это было дело жестче нажмем пробел вот так вот 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 и вот 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 есть Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь можно сделать вот этот кожух. Давайте посмотрим. Кожух вы уже знаете, наверное, как делать. Можно сделать маскирование, сделать экстрейт. И, короче, потом вот эти веревочки нанести, как в прошлых видео я уже показывал. Всё, всем пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok